Стихи, танцы, конечно же, песни, будущие преподаватели музыки и воспитатели детских дошкольных учреждений не только помогли сотрудникам отделения милосердия с традиционной весенней уборкой, но и создали такое же хорошее, доброе весеннее настроение для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, благодаря своему творчеству. Ребята к нам постоянно приезжают, никогда нам не отказывают, занимаются у нас как с бабушками, проводят концерты и также нам оказывают посильную помощь в уборке территории, а также сегодня они нам оказали помощь в помывке и уборке окон. Поэтому очень благодарны тем студентам, которые отзываются и нам оказывают помощь. Проживают у нас пенсионеры, которые лишены общения с близкими, родственниками и молодым поколением. И здесь еще очень напрямую прослеживается связь с поколениями, когда молодежь, будущие воспитатели, учителя могут непосредственно пообщаться с пожилыми людьми. Студенты Муромского педагогического колледжа в отделениях милосердия бывают часто. Волонтерская работа им не нова. А эти молодые люди в Рябинушке первый раз хотели подарить частицу своей души пожилым людям. Слова не разошлись с делом. Я здесь первый раз приехал, потому что меня попросили выступить здесь. И я думаю, почему бы мне здесь не выступить, не подарить людям, не знаю, частичку чего-то хорошего, позитива. Оказать внимание пожилым людям. Сюда я приехала первый раз с целью, чтобы создать здесь какую-то более теплую, уютную атмосферу. Решила показать нашим дорогим бабушкам дробушки. Только в трех отделениях Муромского комплексного центра социального обслуживания населения находится 70 пенсионеров. Забота, поддержка и, что, наверное, самое важное, внимание – это то, что мы можем дать пожилым людям. И волонтеры из педагогического колледжа это понимают. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости 24. Муром.